Здравствуйте! Здравствуйте! Как дела у вас? В целом ничего. Отлично. Я так понимаю, вы ютубер, да? Я блогер молодой начинающий. Ага. Это же не хромакей, а просто натянутая ткань, из которого когда-то моя мама хотела пожить пальто. Ага. Понятно. Ну я на работе сейчас. На работу такую штуку принес и сделал. На обычной фанерке. А на свет не отражает, и то уже слава богу. Ну да. Нормально. Серенькая такая. Ну и правда пальто. А что вы обсуждаете? Канал у вас? У меня вообще канал про оружие, про окопы, про войну. Ну понятно. Политика, короче. Донбасс, реалий. Да политика уже надоела-то, господи. Что там это? Уже все обсудили, что можно. Ну понятно. А оружие, окопы, при чем тут? Ну что именно конкретно? Я специалист по вооружению, я занимаюсь вооружением, переделками, модификациями. А это вы в каком-то институте, наверное, преподаете? Нет. Я сам по себе, я частный предприниматель. А как? Разве в Украине разрешено что-то делать, переделывать? Часность? А почему нет? Часность? Ну я же это не террористом переделаю, нашим военнослужащим. Понятно. А в смысле как переделать? Автомат Калашникова? Нет. Нет, нет. Я занимаюсь дистанционным управлением оружием. Ну чтобы, например, рядом с гранатометом, пулеметом человека не было. А. Чтобы силовыми приводами управлять по кабелю. Угу. Понятно. Я испытываю, ну с 14 года этим занимаюсь, как война началась. Испытываю, ввожу на фронт, меня приглашают. Очень все классно. Сейчас, я прошу прощения на секундочку. Алло. Я понял, сейчас минут через 10 будем, одну секундочку. Я понял, я успею, спасибо большое. Говорят, что испытали очень хорошо. Ну прекрасно. Я же просто на работе, а тут рядом как раз и пробую. надо выйти потом минут через 10 самому посмотреть, подписать результаты. Протокол испытаний, все будет хорошо. Ага. Вот, вы напрасно вот говорите только про смерть. Очень хорошо калечить, делать инвалидами, вот, воспитывать. Это очень классно. Когда вот это новый модифицированный снаряд, когда рядом с головой взорвется, сразу говорю, воспитание в полной мере. Очень хорошо, когда человек вот, например, слепым останется. Подождите, можно я скажу? Можно. На той стороне дело в том, что находятся не только какие-то боевики. А откуда вы знаете на той стороне, кто там находится? Там еще люди живут мирно. Понимаете в чем? Ага. То есть, есть мирные там люди, там дети, вы представляете? Да, представляю. Каким образом в окопах, которые выкопаны напротив наших окопов, находятся дети? Вы можете мне объяснить? А в конце окопа? Я работаю для взводного опорного, на взводный опорный пункт. То есть, это наш взводный опорный пункт ведет огонь против вашего взводного опорного пункта. А каким образом во взводном опорном вашем пункте окажутся дети? Что значит нашим? Ну, вы откуда? Вы откуда? Я из России. Ну, так из какого города? Из какого вы города? Из Белгорода. Из Белгорода. Из Белгорода. Смотрите, у вас, вы рублями, вы платите налоги? Я? Нет. Не платите? Нет. А почему? Вы не работаете нигде? Нет. Не работаю. Вы безработный? Я безработный. Ну, вы же имеете право на какую-то часть народного богатства? Ну, вот, российского по конституции, например. Дорогой мой ютубер. Да. Я тебе так скажу. Скажи мне. Это у вас там карики за ролики у всех зашли. Шарики за ролики. И все на что-то претендуют. Я понял. А на самом деле, что не ты. А вы сидите на жопе ровно. Ничего вы не имеете. Абсолютно. У вас как нагибали ваши союзники с Европы, те же самые американцы, так вас до сих пор и нагибают. Просто вы еще до сих пор не поняли, что происходит у вас в стране, в своей стране не происходит. Вы до сих пор не понимаете. А знаешь почему? Я тебе объясню. Что с вашей страной сейчас происходит вообще? А, ты в курсе дела. Я в курсе дела. Крым у вас отжали, да? Россию отжал. В Донецке, в Луганске у вас идет война. Да. В остальной Украине... Так, а зачем вы их оккупировали? В остальной Украине у вас бандитизм на каждом углу. Ну не больше, чем у вас, между прочим. Да блин, больше. Да конечно больше. Ты считал таким образом. Вы еще с 90-х нахер не вышли, блядь. А вы вышли уже. Вы выглядите как бандиты, блядь. Я понял. Вот ты сидишь со мной, тут такой красиво улыбаешься. А как же ты думал? У меня уже, кстати говоря, минуты три уже прошло. Ты убиваешь людей, блядь. Ты не расстраивайся, блядь, а ты не расстраивайся. Какие же это люди? Это же противник. Подумай сам. Блядь, это противник. Я против того, чтобы их убивать. Это твой страшный осел ты, блядь. Нет, не осел. Твой страшный сосед, нахуй, ты с ним воюешь, блядь, дебил ты. Какой? Вот это как ты сосед, что ли? Ты понимаешь, бурак? Ты в чем тут я? Ты в Донецке, в своей стране, блядь, воюешь. Ты в моей стране, в моей стране, знаешь, сколько таких, как ты? Твоих соседей. Сколько, блядь. их. Это же правильно называют гражданская война. Что ты, блядь, не рассказываешь? Ты был на фронте? Ну как в стране, блядь, идет гражданская война. Ты был на фронте, это тебе по телевизору рассказали. Вот у тебя телевизор стоит, тебе по телевизору Ну ты, блядь, сведомые, блядь, как ты, нахуй, понимаешь? И таких дебилов, сука, полстраны, нахуй. Мало нас еще. Ты, сука, не видишь, что в ней ритуалница, блядь. Обоснуй, что это гражданская война. Я тебе обоснуюсь, что ты дебил. Не надо меня обосновывать, не сможешь. Донецк, это, блядь, чья территория, нахуй? Украины. Луганск, чья территория? Тоже Украины. Сука, блядь, где война идет? Как, с вашими ж мразями. С какими вашими, блядь? Смотрите, я объясню. Вы в твоей стране воюете, блядь. Если ты воюешь с Россией, почему ты, сука, не в Белгородской области воюешь, нахуй? А воюешь в Донецке, Луганске, блядь. Так потому что вы же агрессор-оккупанты. Ну почему, блядь, слышишь? А что ты танки не вводишь в Белгородскую область, блядь? А зачем? Разве мы агрессор-оккупанты? Ну зачем? Ты, сука, с Россией воюешь или со своими людьми, блядь? С какими своими людьми? Смотри. Ты, сука, с Донецком и Сулганском со своими партнами воюешь. Я уже тебя выслушал, давай я тебе скажу. Ты, дебил, нахуй, прокрученный, блядь. Не надо. Что ты мне скажешь? Смотри. А как ты, блядь? Это мразь, которая в вашей российской форме, правильно? Блядь, ты что, дурак, нахуй, вообще? А в какой она форме? А ну расскажи мне. Объясни мне, блядь. Если ты воюешь... Подожди, 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 не надо объяснить. Почему ты не наступаешь, блядь, под Белгородом, нахуй? Зачем? Мы... Нам не надо вашей белгородской земли. Мы не оккупанты и не агрессоры. Еще раз. Ты... Насчет формы ты там возбудился? Ты агрессор, блядь, ты конкретно, блядь, агрессор. Агрессор, я агрессор, да-да-да. Я же не по Белгороду с гранатометом бегаю. Да ты, блядь, сидишь передо мной с гранатометом. Ах, ну так я на работе, а как же, я иду занимаюсь. Отдыхаю, мне разрешают посидеть, сейчас рулетки подежурить. Блядь, ты, сука, блядь, делаешь оружие, блядь, которое стреляет по людям, по мирным, не по окопам, блядь. По каким мирным людям, которые в окопах махнут сидят? Да ебашен ты по окопам, вы же дебилы, сука, даже стрелять не умеете, нахуй. В дома, где снаряды летят, нахуй. Куда ты знаешь, я очень хорошо стреляю. Это все ебучие, знаю, нахуй. Это знаешь, блядь, знаю, блядь. Так смотри, подожди, давай мы там про форму разговаривали. В какой форме они там сидят? В какой форме они там сидят? И что, блядь, и что, а вы в натовской форме, сука, ослы, сидите, блядь. В натовской, не-не-не, пиксель, это всю жизнь наша форма. Смотришь, какой пиксель, у вас, вы в натовке, блядь, сидите, у вас бразильники, блядь, где ты это видел? Вы, сука, блядь, пиксели. Обвесились автоматами, блядь, натовскими, ебаные. Обвесились автоматами. В какой форме они там, эти мрази? Я не понял. В какой форме твои мрази сидят? А те люди свою землю защищают, мах. Не понял ничего. В чьей форме вот эти вот твои мрази? В чьей форме они? Только ваши люди, блядь, вы своих людей уничтожаете. Когда там и буряты, и прочие там, эти самые, понимаешь ли, калмыки. Какие-то наши люди. Что, Моторола наш? Ты при чем тут Моторола, блядь, ты? А что, уже зачистили его? Уже отправили его в лифтики? Взорвали его, рванули, классно. А ты больной человек, знаешь почему? Потому что ты радуешься смерти человека, блядь. Это противник-оккупант, какой же это человек? Ты что, больной, что ли? Бать, это ты больной, нахуй. Нет, я здоровый. Да, ты больной. Ну, какой же это человек, если это оккупант с оружием? Иди вы только кричите, вот досмотри. Ладно, хорошо. Потом ты говоришь убивать. Я сторонник калечить. Тебе 10 минут. Я 10 минут времени тебе там кто-то упал. Я сторонник калечить. А у меня времени уже нет. Калечить и воспитывать. Вот тот поновее, а вот это вот, видишь, постарее, но тоже очень хороший. Слушай, осколочно-фугасный, это прелесть. Он что, блядь, тоже, будете предъявлять это арабам, блядь, или что? Они там все в Арафатках ходят? Они все ходят в российской форме? Нет, какая разница? Они все ходят в российской форме. Хорошо, да. Так это нехорошо, это плохо. Это плохо. Что значит плохо? Им там в чем-то надо ходить? Ну, не хрена себе. Окупанты в вашей форме, это хорошо. Ну, ты больной после этого или кто-то. Да ебись. А вам, блядь, помогает... Тебе это нравится? Вам помогают американцы, нахуй? Ну, так мы же с американцами свою родину защищаем. А вы что делаете? Зачем вы на нас нападаете? Какую ты родину защищаешь? Если ты, блядь, защищаешь район, который, блядь, тебе нахуй не нужен. Какой это район мне надо? Откуда ты знаешь, что мне надо, что мне не надо? Люди сказали, блядь, идите нахуй, нелегитимная власть. А вы, ага, стопы, иди сюда. Кто это сказал? А ну-ка скажи мне, покажи мне этого человека. Кто это сказал? В 2014 году, блядь, Турчинов ваш, блядь. Кто это сказал? Что делать? Не-не-не. Кто это сказал? Не Турчинов? Это Турчинов сказал? Что сказал? Кто это сказал, что нелегитимная власть? Кто это сказал? Ну у тебя в голове, зачем, откуда у тебя это закачанное говнецо? Кто сказал, что это нелегитимная власть? Блядь, ты знаешь кто? Кто? Ты безумный человек вообще. Я безумный человек, я очень адекватный, спокойный человек. Не адекватный, блядь. Я добрый очень. Ты добрый, блядь. Ну а как же? Это мой недостаток. Мне так и говорят, Саша, ты слишком добрый. Не надо быть таким добрым. Давно ты таким стал, блядь, добрым? Да я всю жизнь был добрым. Это мой недостаток. Ныхайся стыть, времени нет. Вот видишь, мне уже пора протокол поддалить, идти подписывать.